Андреев хотел создать жилой комплекс, в котором человек будет по-настоящему счастлив Можно жить в центре Москвы, так же как на Новой Риге или Рублевке И при этом иметь все преимущества от жизни в центре Абсолютно верно Большое остекление в пол, у вас будут прекрасные панорамные виды Площадь террасы почти такая же, как площадь квартир Больше, больше, больше Можно будет мыть посуду и смотреть на звезды Кремля, как это прекрасно Вот мы делаем такие дома, в котором квартиры будут дорожать с каждым годом Русские сезоны, что это значит? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Федонник Вы вполне вероятно, что мои обзоры на роскошные дома вы видели на канале Я Дома Но мы решили не останавливаться на достигнутом и идем дальше Теперь мы снимаем еще и обзоры на невероятные, самые амбициозные строящиеся проекты в столице Поэтому подпишись и поставь лайк этому видео, чтобы поднять его наверх И обещаю, сегодня будет очень интересно А вот теперь начинаем Мы находимся в одном из старейших районов Москвы, в Замоскворечье Я иду по Большой Ордынке Эта дорога сохранилась аж со времен татаро-монгольского ига Тогда князья из московского Кремля ездили в сторону Золотой Орды, чтобы получить ярлык на княжество И здесь же селились ордынцы, люди, которые собирали дань Таким образом название закрепилось за Ордынкой исторически Вообще это место очень интересное, потому что здесь сохранилась на 90% историческая застройка Можно часами гулять и любоваться прекрасными усадьбами 18-19 веков Вот, например, прекрасный образец московского ампира Усадьба Долгого Жемочкина Ее построил архитектор Бажонов Но из-за войны с Наполеоном усадьба пострадала И ее восстанавливал уже другой архитектор Баве Когда-то у этого дома был невероятный сад площадью 2 гектара Потом в советское время на его территории построили завод с бараками Они начали разрушаться, и город продал их с аукциона застройщику СЗ и кран И сейчас мы как раз видим кран, видим строительные леса Там очень скоро появится новый престижный жилой комплекс элит-класса «Русские сезоны» Наша компания имеет более чем 30-летний опыт работы именно в элитной недвижимости И СЗ и кран – это одна из наших компаний, которые входят в большой холдинг Компании, которые именно занимаются строительством крупных объектов разной направленности Мы строим, начиная с 90-х годов Мы очень много строили элитной недвижимости В частности, мы начинали с Архангельского, Рублево-Успенское, шоссе Барвиха, Жуковка Все очень много домов, которые были построены разными нашими компаниями Серебряный Бор Серебряный Бор, например, сейчас это одно из самых дорогих мест в Москве И если вы даже будете располагать определенными средствами, не факт, что вы сможете там что-то купить Здесь был когда-то завод-экран И, собственно говоря, поэтому и застройщик называется СЗ-экран Потому что по наследству нам досталось это название Здесь были такие барачного вида строения, старые И мы все дома построили с нуля Это очень важно То есть нет реконструкции Здесь все абсолютно новое, современное И при этом оно в окружении вот таких великолепных памятников Это, конечно, дорогого стоит Проводили раскопки перед тем, как строить? Да, да, конечно Что нашли? Ну, понятно, что здесь много всяких мелких интересных вещей Но самое интересное было, что уже после того, как мы придумали название «Русские сезоны» Представляете, мы нашли вот такую старинную монету На ней было написано «Р» латинскими буквами и «С» Ну, то есть «Русские сезоны» Знак Да, для нас это тоже знак, конечно же Вам должно быть интересно, почему жилой комплекс получил такое необычное название «Русские сезоны»? Что это значит? Был такой известнейший антрепренер Сергей Дягилев Ну, по-нашему, это продюсер уровня Тимура Бекмамбетова или Макса Фадеева Так вот, Дягилев болел идеей Он хотел сделать русскую культуру знаменитой на весь мир Для этого он организовал гастроли, оперы и балеты по Европе и США И тогда вот весь мир узнал имена Федор Шаляпин, Анна Павлова, Вацлав Нежинский Для постановок Дягилева рисовали декорации лучшие художники Это Александр Бенуа и Лев Бакс А потом даже Пабло Пикассо И вот, кстати, в этот момент во Франции случается бум моды на все русское Русские архитекторы строят роскошные особняки в Париже и в Ницце Зная это, главный архитектор проектов «Русские сезоны» Павел Юрьевич Андреев отправляется в Париж, чтобы там вдохновиться Дягилевской эпохой И построить уникальный жилой комплекс, который будет не противопоставлять себя окружающей среде И уникальной истории этого района, а станет его частью Павел Юрьевич Андреев – архитектор, который восстановил манеж после пожара Советский детский мир и ГУМ Благодаря уникальному архитектурному решению 11 малоэтажных особняков не испортят художественные виды старой Москвы А будущие жильцы смогут наслаждаться уникальной панорамой на Храм Христа Спасителя Церковь в Кадашах, усадьбу Долгих Жемочкиных и Рубиновые звезды Кремля Александра, вы, наверное, много ездите на разных объектов Много ли вы встречали домов, где в целом доме, например, 7-этажном, всего 5 или 6 или 7 квартир? Нет, конечно, это исключение из правил Мы видим, что у нас многие люди переезжают из загорода именно как раз с Рублевки к нам Потому что почему люди же селились в загородных домах? Потому что это удобно Удобно подъехать, удобно оставить машину Удобно сделать пространство под себя То необходимое количество гардеробных, спален, санузлов То же самое и здесь Вот посмотрите квартиру 326 метров Это свой собственный дом Это вот как они привыкли жить, да? Это свой отдельный подъезд Спуск на подземный паркинг Большая гостиная Мастер-спальня на первом этаже, если она нужна Высокий уровень комфорта обеспечит собственная управляющая компания И уникальные опции консьерж-сервиса Доступ на территорию будет закрыт для посторонних А незримый персонал выполнит любое поручение Давайте начнем с того, что у нас комплекс имеет полностью закрытую территорию Вот все, что мы сейчас видим, это полностью закрытая территория Сюда не могут попасть даже курьеры Потому что здесь только там даже доставка осуществляется службой управляющей компании У каждого дома свой дворецкий И этот дворецкий, он всегда вас встречает Открывает, закрывает дверь Помогает, если нужна какая-то помощь Если вам нужно, он закажет все необходимое То есть этот дворецкий, он же консьерж, он осуществляет всю помощь, которая вам может потребоваться на всех этапах Мы, например, развели потоки персонала У нас персонал приходит в отдельно стоящее лобби Причем надо понимать, что вот сюда мы приглашаем персонал В одну дверь входит персонал, в другую дверь входит гость нашего комплекса Отдельное здание мы сделали для курьеров Там же, где у нас служба управляющей компании располагается Туда приходят курьеры И именно там разбирается вся курьерская доставка То есть служба управляющей компании уже доставляет эту доставку по территории комплекса Внутри жилого комплекса предусмотрен тренажерный зал, салон красоты, учебные классы для детей, сигарная и винная комната, предназначенные только для жильцов Личный автомобиль можно будет разместить на комфортабельном паркинге Мы находимся на паркинге жилого комплекса «Русские сезоны» Здесь 267 парковочных мест, 30 из которых всегда будут гостевые Площадь парковочного места от 15 квадратных метров до 22 квадратных метров И его стоимость от 15 миллионов рублей Когда вы будете выбирать себе место для парковки, вместе с менеджерами Вы сможете посмотреть и высоту потолков, и договориться, чтобы вам подвели зарядку для вашего электрокара Если вы вводите очень высокий автомобиль, например, Геленваген Здесь высота потолков 2 метра 40 сантиметров и 2 метра 50 сантиметров На разных уровнях, поэтому вы сможете выбрать комфортное для себя место для парковки А если вы вводите спорткар, то вам однозначно доставит удовольствие подниматься по очень низкому заезду Вообще скажу, что построить паркинг в центре Москвы довольно сложная задача Потому что вокруг очень много исторических особняков И нужно было очень аккуратно копать котлован, чтобы в фундаменте рядом стоящих зданий не образовывались трещины Светланд, ну мы пока видим каркасы домов в лесах На рендерах все выглядит супер привлекательно Но мне очень интересно, какая будет отделка фасада Отделка фасада натуральным камнем Камень взется из Португалии Камень потрясающий, такого молочного бы я сказала цвета На самом деле мы, когда выбирали камень, мы очень долго решали, какой камень выбрать То есть у нас был выбор из иранского, турецкого, дагестанского, португальского камня И мы сделали мопы, ну то есть мы сделали вот такие примеры Прям повесили часть камня на фасад И смотрели, как тот или иной камень ведет себя при мокрой температуре При сером небе, при ярком свете И конечно же, вот то, что мы увидели, что португальскому камню нет аналогов И мы выбрали этот камень, хотя это не просто в текущих условиях Мы ездили на эти карьеры Вы не представляете, мы сами вот выбирали этот камень Ну нам, во-первых, это было интересно Потому что все-таки фасад это одно из, это лицо проекта Поэтому да, конечно же, мы смотрели, чтобы камень был красивым, правильного цвета Чтобы во все погодные условия он выглядел идеально И поэтому наши дома, они через 50 и через 100 лет будут выглядеть просто супер Русские сезоны строят на века На всех этапах ведется строжайший архитектурный контроль И, например, вот эти дома, если вы посмотрите на наши старые картинки Они все имеют два окна То есть у нас посередине здесь была заложена перегородка И когда, это очень красиво снаружи Но когда дом был уже построен И мы с одним из наших акционеров поднялись Вот на этот самый, там, четвертый, пятый этаж И мы, глядя в окно, видели, что вот эта перегородка Она разбивает вот великолепный вид на церковь этого элемента на наш парк И представляете, уже на этапе, когда уже дом готов Мы приняли решение совместно с архитектором переделать вот эти окна Но это же дорого, штрафы, неустойки Это очень дорого Это затягивает, может быть, немножко даже сроки Ну, нам, нам Потому что мы все-таки, как застройщики, хотим быстрее все эти дома сдать Но мы понимаем, что для нас очень важно ощущение человека Который будет жить вот в этом доме, в этой квартире В этих квартирах А теперь, друзья, мы абсолютный эксклюзив У нас будет возможность заглянуть в уже готовую квартиру В ЖК Русский сезон И находится она вот за этой прекрасной дверью Смотрим Покупатели получают квартиры в черновом варианте Но девелопер готов выполнить любую, даже самую сложную отделку на заказ и в сжатые сроки Особого внимания в русских сезонах заслуживают пентхаусы Их всего семь И каждый носит свое особое имя Такой формат жилья встречается только в самых красивых городах мира Светлана, мы видели пентхаус на чертеже Давайте сейчас с вами ногами пройдем, что где будет находиться Смотрите, мы находимся в гостиной Вот представьте себе, что здесь стоит большой стол Прекрасно Там дальше кухня Здесь вы наслаждаетесь видом из гостиной На вот эту красоту Церковь Святого Климента, я повторюсь Церковь скорбящих радости Большое остекление в пол У вас будут прекрасные панорамные виды И самое главное, что они невысокие Вы понимаете, что мы находимся с вами на шестом этаже То есть человеку на самом деле доказано, что комфортно жить не выше восьмого этажа Может быть вы слышали об этом И здесь уже с шестого этажа мы веем такие потрясающие панорамные красивые виды Это дорогого стоит, поверьте И если я правильно понимаю, кухня будет вот там дальше Кухня будет вот там дальше, да Можно будет мыть посуду и смотреть на звезды Кремля Как это прекрасно На самом деле здесь клиент сам под себя подбирает планировку По нашей задумке кухни вот в этой зоне Но не обязательно Клиент сам будет решать, где у него будет кухня, где у него будет гостиная Может быть кто-то захочет спальню сделать с видом на собор Святого Климента А в сторону Кремля он сделает прекрасную гостиную Потому что мы с вами подошли к окну, которое смотрит на Кремль И здесь можно слышать бой курантов Светлана, что происходит, когда человек покупает здесь квартиру? Ну, конечно же, первое, что мы делаем Мы подписываем договор долевого участия У нас очень красиво происходит подписание Каждому покупателю Вот видите, здесь не все заполнено ключами Именно потому, что вот эта книга первая, том первый И каждому покупателю при подписании Мы дарим вот такие ключи Это наш логотип Да, два золотых ключа Русские сезоны R и S Абсолютно верно Но тут уже осталось чуть-чуть Да, здесь уже осталось чуть-чуть У нас остался еще топ-2 И вот я хотела бы вам еще показать наш замечательный макет Это золотой город, как мы его называем Все дома выполнены из... Ну и вообще весь ларец выполнен из драгоценных материалов И это полностью повторяет наш проект Друзья, я рада вам представить Викторию Она руководитель отдела продаж агентства ЯДома Если вам понравился ЖК Русские сезоны А я уверена, он вам точно понравился То обязательно напишите Виктории Вика, привет! Привет! Всем привет! Да, действительно, жилой комплекс Он на самом деле потрясающий Здесь роскошь выходит на новый уровень И буквально все до мелочей пропитано некой эксклюзивностью Начиная от лобби Заканчивая вот этой вот атмосферой Которой сейчас уже на стадии строительства И которую мы ощущаем в офис продаж И если там посвятить некоторые моменты И сравнить, допустим, с тем, что было на старте продаж То можно оценить, что на некоторые лоты Все-таки цена выросла И выросла не на мало В неприятную сторону Да, не много, не мало Все-таки произошло там на процентов 47-50 Вот, поэтому, конечно, сейчас все-таки самое время И следует отметить, что здесь квартиры действительно быстро продаются Да, и мы наблюдаем, что в жилых комплексах подобного класса Все-таки часто лоты, даже когда уже проект построен Они часто пустуют Либо же видим такую историю, что покупают достаточно большое количество квартир И затем его по частям продают Здесь же такую историю мы не видим Потому что, во-первых, в жилом комплексе очень мало, в принципе, квартир Вот, и мы видим такую тенденцию, что продается все постепенно, по плану Супер, спасибо огромное Спасибо тебе, да Друзья, я провела на площадке ЖК «Русские сезоны» целый день И скажу я под невероятным впечатлением Здесь я бы точно купила квартиру себе Потому что в этом жилом комплексе роскошь выходит на новый уровень На сегодня у меня все Целую и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok